всем привет вы на канале шить для себя это удобно если у вас как у меня возникла необходимость шить мужскую рубашку большого размера вот такую большую 45 ворот то присоединяйтесь подписывайтесь на мой канал и конечно же смотрите видео дальше итак как я уже сказала я буду шить рубашку большого размера 56 размера вот такая рубашка не так легко ее купить вот и не всегда под подберешь нужный цвет под костюм поэтому я буду шить ее сама шить я буду ее из поплина серого цвета который четко подходит под костюм моего мужа с чего я начинаю так как данная рубашка очень нравится моему мужу она подходит ему полностью по размеру обхват груди 112 и по животу тоже 112 достаточно большой размер обхват ворота 45 можно даже где-то 45 с половиной сделать с чего я начинаю для того чтобы не строить и уже не рисковать я решила на основании такой рубашки сделать лекала я взяла миллиметровку уложила на стол и перенесла перекопировала все конструктивные линии полочку спинку рукав и воротник принципе воротник можно и построить зная горловину как строится воротник вы всегда сможете увидеть у меня на канале он строится точно так же как и женский воротник сейчас покажу вам получившиеся лекала если вам подходит 56 размер и 45 ворот вы всегда сможете остановить видео и переснять все линии я расскажу вам о размерах длина всей детали переда 78 сантиметров горловина спуск 7 сантиметров а вот здесь наверно сантиметров 12 я вам уточню здесь 29 плечу 13 с половиной если опустить на глубину проймы от плечевой точки 21 сантиметр ширина проймы по переду 8 4 подъем и рубашка слегка приталена если здесь у нас 36 то внизу 34 с половиной но я скорее всего тоже сделаю 36 для живота сделаю небольшой отвод но это покажу на крой и тут же я вот так внимательно вы смотрите останавливайте перечерчиваете начертила сам воротник стойка три с половиной длина 25 12 контрольная точка соединение спинки и переда здесь 4 4 с половиной ровная линия ширина 6 сантиметров верхнего воротника стойка поднимается на четыре сантиметра плавно округляется тоже можете все это перечертить и так вернемся горловине горловина здесь девять с половиной сантиметров до средней линии средняя линия отвод и и полу занос один и восемь сейчас я подпишу что это 18 и девять с половиной меня получается здесь 18 ну два и теперь спинка спинка имеет такую форму она с кокеткой сейчас скажу ее размеры значит кокетка ширина по спинке 9 с половиной 10 лучше сделать 10 так сидеть будет удобней вот так 10 вот здесь небольшой подъем 1 сантиметр здесь 4 и плавно округляем ширина по плечи по плечам 27 и 5 и высота самой кокетки 14 сантиметров она цельнокроеная со сгибом их будет две штуки вот и теперь спинка спинка 29 сантиметров имеет вот такую вытачку 4 сантиметра по спинке то есть мы сначала чертим ровно а потом где-то от половины округляем от этой точки вниз 17 и делаем пройму пройма 6 сантиметров теперь длина по спинке 70 сантиметров и по низу 31 сантиметр я сделаю где-то 32 сантиметра и видите немножко немножко приталиваю вот такая выкройка опять повторюсь она сделана уже заводской рубашки я четко повторила все линии и теперь поговорим о рукаве перед вами рукав рубашки длина рукава 58 сантиметров будет еще манжет поэтому такой короткий затем опускаемся вниз на 13 сантиметров проводим линию между точками 47 сантиметров и с правой точки до середины проводим линию и здесь тоже проводим линию делим на три части от середины вверх два с половиной здесь будет спинка и округляем и по переду точно так же делим на три части поднимаемся на полтора и вот здесь от этой точки спускаемся на 07 как вот такой рубашечный рукав теперь о низе рукава вниз рукава внизу 24 сантиметра от по спинке отступаем 8 сантиметров проводим линию это будет непосредственно разрез пару по рубашке затем два с половиной два с половиной и два с половиной это будет сам защип все и теперь нужно вам рассказать размеры самого манжета и потом я вам в этом видео расскажу как обработать разрез рукава таким классическим способом и основная сборка рубашки соединения рубашки с кокеткой и так еще одна деталь вот она 29 сантиметров на 6 она может быть со сгибом может быть две детали это уже по вашему желанию как вам захочется и так я приступаю к раскрою всех деталей очень важно ткань продекотировать и еще вам покажу называется воротничковый дублерин который буду использовать для манжет и для воротничка и так ткань я продекотировала ширина ткани в моем случае метр пятьдесят и для того чтобы все экономично улеглось я сначала от кромки отступаю где-то три с половиной сантиметра на ширину подгибки планки это для того чтобы вовнутрь именно этот участок завернуть если ткань позволяет а с этой стороны будет сгиб вот и сюда я буду укладывать рукав сначала один и потом вот сюда под полочку второй вот сюда рукав а там будет укладываться спинка и получается что нам понадобится ну в общем то две длины плюс и где-то 20-30 сантиметров это получается где-то метр восемьдесят я думаю вот и теперь важно сказать что рубашки мужские шьются без заверлака поэтому надо предусмотреть припуск на шов по боковому по переду именно по спинке всего лишь 0 7 сантиметр а по переду нужно полтора два сантиметра добавлять для того чтобы заработать шов вот по пройме непосредственно переда и спинки тоже где-то 0 7 а вот по рукаву по окату рукава нужно оставить полтора два сантиметра это тоже очень важно все остальные швы достаточно 0 7 этого будет достаточно если выкройка точно и не нужно ничего подрезать и так и все детали вырезаю и так детали я раскроила кокетка две детали полочка и я уже продублировала планку флизелином трикотажным рукав и спинка и конечно же мелкие детали которые сейчас вам покажу в первую очередь это два манжета одна деталь продублирована флизелином который называется воротничковый и другие детали у манжет продублированы просто обычным флизелином вот так это будет выглядеть касаемо манжета к ним мы вернемся попозже также я выкроила воротник от лед воротничковый флизелин и бумажный тонкий флизелин это от лед то же самое сделала со стороны стойки воротничковый флизелин и бумажный флизелин воротничковый флизелин идет к внешней стороне а к внутренней стороне будет вот этот бумажный флизелин к воротничку тоже вернемся чуть попозже начинаем с обработки рукава берем рукав это изнаночная сторона переносим линию на лицевую сторону именно непосредственно обработка вот этой планки переносим и дальше я вам расскажу линию я перенесла ручкой пиши стирайкой от пар она уйдет и теперь хочу еще раз показать вам выкройку рукава и здесь нарисована сама планка которую нужно вырезать для того чтобы обработать разрез на рукаве остановите видео и можете себе ее перечертить это классическая обработка по сантиметру швы сама планочка 3 сантиметра и высота где-то районе 15 сантиметров наивысшая точка начертила на миллиметровке все понятно теперь нужно вырезать такие две детали чтобы они были в зеркальном отображении это одна это вторая вот так это выглядит и сейчас мы будем обрабатывать планку для этого на изнаночную сторону мы укладываем по штриховой линии вот таким образом и прикалываем вот я уложила приколола иголочками и теперь строчу по вот этой линии заканчиваю на уголочках вначале закрепка и в конце закрепка строчка у меня на 2 и 4 то же самое сделаю с этой стороны вот что у меня получилось и теперь я по линии разрезаю не доходя до углов где-то сантиметр и вот таким образом рассекаю буквально один миллиметр не дохожу теперь всю эту планку нужно вот так при утюжить аккуратненько утюжком вот так как у меня здесь линии которые уйдут от пара поэтому я этого делать не не буду если вы чем-то другим намечаете пожалуйста и все это нужно вывернуть на лицо вот таким образом все выворачиваем на лицо вот что должно на данный момент получиться теперь по намеченным линиям вот я развернула мы огибаем шов так как он ровно один сантиметр проблем не возникнет сначала к шву а затем вот так и даем строчку по этой стороне помогаю себе иголочками и настрачиваю то есть обрабатываю срез и доходим именно до вот этой точки там где куда мы рассекали иголочки надо убирать я вот не убрала все и здесь ставим закрепку вот что получилось с изнаночной стороны и теперь у нас остается обработать именно другую сторону вот эту сторону здесь я советую при утюжить так выглядит у нас правая сторона теперь нужно заутюжить край вот этот и заутюжить по линии и завернуть в эту сторону образовавшийся шовчик и точно также мы настрочим до строчки рассечения вот сюда опять я помогла себе иголочками показа показываю как это выглядит внутри вот этот уголочек поднимается наверх все вот так складывается и теперь нам нужно дать строчку вот сюда вот таким образом здесь тоже подвернуть и вот здесь тоже подвернуть все это можно помочь себе просто сметочной ниткой но я не буду сметывать я сделаю именно вот таким образом потихоньку я пристрачиваю дохожу до уголочка здесь разворачиваюсь вот таким образом и и пытаюсь также ровненько аккуратненько я сделаю это не на камеру развернуться на вот этом уголочке и спускаемся на три с половиной сантиметра до вот намеченной линии это намеченная линия проходит именно на заворот уголочка разрезанного доходим сюда сюда и сюда мне очень удобно пользоваться вот такой большой иглой цыганской она мне позволила аккуратно завернуть ткань и вот теперь я разворачиваю здесь все аккуратно уравниваю здесь тоже все поправляю и вот теперь спускаюсь до вот этой линии она есть на рисунке и вот теперь разворачиваюсь вы можете себя проверить отколоть иголочки и проверить попали ли вы вот сюда ставим закрепку вот что у меня получилось осталось только все приутюжить планка заработано вот здесь ничего не видно осталось обрезать ниточки и то же самое сделать на другом рукаве и так берем одну из кокеток укладываем лицевой стороной вниз затем сверху укладываем полочку лицевой стороной вверх вот таким образом с одной и с другой стороны а затем укладываем лицом вниз кокетку другую следующую то есть лицо будет с этой стороны все и стачиваем сантиметровым швом плечевое я соединила вот что получилось шов нужно отутюжить и дать отделочную строчку если положено по модели это у нас лицо теперь берем спинку вот спинка укладываем лицом вниз лицо с лицом и притачиваем можно сначала к верхней кокеткой а потом к нижней но можно сделать и сразу каким образом вот так сворачиваю и даю осторожно строчку одну плавно засовывая всю рубашку вовнутрь передние я скрутила и теперь тоже самое делаем со спинкой то есть помещаем всю рубашку вовнутрь и теперь притачиваем по тому же самому шву получается вот такая колбаска когда мы все через эти отверстия вывернем у нас получится кокетка обработанная изнутри я соединила площадь было строчить там где видна строчка и теперь через горловину либо через вот это отверстие выворачиваем все на лицо аккуратно я это делаю за камерой все аккуратно выворачиваем в итоге вот что у меня получилось так выглядит с изнанки так с лица и теперь я все от утюжу и дам строчки шов притачивания для того чтобы вшить рукава за пошивочным швом у меня рукав лежит лицом вверх на нее я укладываю на него уже заготовленный вверх здесь я отступаю у меня чтобы не было посадки я всегда на всякий случай оставляю чуть больше отступаю и вот начинаю строчить где-то на 05 07 максимум от края так как я припус делала полтора сантиметра это будет именно то что мне нужно и теперь вот так втачиваю пройму в рукав способов очень много но мне этот больше всего понравился мне показался он самым легким для меня о других способах я наверняка еще расскажу но мне они не очень нравятся нравятся только вот эти и все я продолжаю втачивать пройму вот что получилось и теперь нужно вот таким образом загнуть шов до строчки и по краю нужно завернуть таким образом чтобы дошло до строчки и вот так аккуратненько на 0,1 от края за строчить вот так мне показался этот способ еще раз говорю самым легким следите за тем чтобы расстояние между вот этими двумя строчками была одинаковая так будет смотреться аккуратней и вот так я продолжаю еще такой момент на закруглениях ворот на самого рукава вот так есть я поправляю помогаю себе отверточкой просто подверточка была под рукой и получается вот так так выглядит с изнанки и теперь нам нужно развернуть на лицо вот и дать строчку на ширину лапки по полочке то есть отворачиваем вот так это выглядит с изнанки и аккуратно настрачиваем отделочную строчку которая закрепляет припуск и вот так по пройме я даю строчку слежу чтобы шов был в сторону основной детали не рукава продолжаю так получилось с лица осталось отутюжить все это а так с изнанки все чистенько и аккуратненько то что вот здесь две строчки я думаю что то не страшно это изнанка все теперь можно делать боковые швы либо остановиться на воротнике а потом на боковых это уже вам решать боковые рубашки я делаю аналогично вот складываю по боковому так как мы на передней половинке оставляли полтора сантиметра а здесь сантиметр то я выпускаю 5-7 миллиметров вот так и даю строчку точно так же как давала строчку по рукаву вот я соединила и теперь аналогичным образом вот так подгибаю и даю строчку на 0 1 от края все то же самое а потом разворачиваю и по лицу уже дам отделочную закрепляющую строчку старайтесь опять же чтобы вот это расстояние от строчки до строчки было ровным самым сложным здесь является это уже дальше пойти в рукав ну делать нечего поэтому постепенно вот здесь совмещаем швы чуть-чуть можно разлет чуть-чуть и вот так аккуратно продолжаю заходя в рукав вот так постепенно я думаю что вы справитесь и вот так постепенно постепенно я буду проходить дальше и настрачивать шов вот я дошла до конца поэтому если у меня получилось и у вас тоже все получится ставим закрепку и аккуратно вот так постепенно достаем вот такой шов получился осталось только все от утюжить еще хочу показать вам один способ вот смотрите я с другой стороны делаю немножко по другому я отступаю и вот так сразу подгибаю и по краю соединяю вот таким образом и потом делаю то же самое то есть на одну операцию я сокращаю смотрите что получается вот и потом если развернуть и дать по лицу строчку тоже будет очень очень красиво даже лучше вот так 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 вот Продолжение следует...